Друзья, всех приветствую! В общем, хотел просто совсем небольшое видео рассказать вам о корчайной истории с Samsung. Я выкладывал просто одно видео, Samsung реально достал. И все-таки, ну, хотелось бы как бы завершить уже эту историю, просто рассказать вам про свой опыт с ними общения. В первой части я вам рассказывал реально все, что происходило. Не только касательно телефона, но и касательно повербанка, да, что я у них заказывал. То есть реально по тому ордеру, который я заказывал в декабре, до сих пор от них не поступило никакого ответа. И так как я не могу зайти теперь в Samsung Pay, потому что он не работает на Android D6 больше, то я теперь не могу как бы посмотреть даже свой баланс. Я не знаю, вернули они эти поинты или нет. Единственное, что я смог зайти как бы на ихний сайт, свой аккаунт, и просто за все оставшиеся поинты я просто этот повербанк заказал уже абсолютно как бы бесплатно. И вроде бы как бы на этот раз они его отослали. Но что с тем произошло, я не знаю. То есть я не могу посмотреть историю транзакций, вернули они мне деньги или нет. То есть тут вопрос остался неразрешен. Теперь вот что касается телефона. То есть как я вам говорил и показывал, до этого Samsung, этот Samsung Galaxy S7 Active, вот, то есть такая ударопрочная и водостойкая версия, вот, обычного Galaxy S7. И до этого у меня был точно такой же, только S5. Вот. Значит с S5 была та же самая история. То есть апдейт, когда ты заходишь там из настроек, он не работает. Пишет или апдейт не найден, или по какой-то причине там не обновляется. Дает какую-то ошибку. То же самое, в тот раз я пошел в Samsung киоск. Про это, кстати, есть вообще отдельное видео на канале. То есть я ничего не придумал. Вы можете найти его и посмотреть. Оно так что-то и называется. Еду в киоск Samsung. По-моему, я там даже какую-то запись изнутри небольшую показывал. Я просто не помню. Это было несколько лет назад, когда вот S5 у меня был. Вот. Ну и там как бы был там, я так не помню, короче, этот сотрудник Samsung. То есть я ему тогда и все это объяснил, что не могу апдейтнуть. И он тогда быстро, ну буквально там, я не знаю, за полчаса, по-моему, эту прошивку мне туда перепрошил. То есть тогда вот так вопрос разрешился. Но я считаю, что это вообще не решение как бы вопроса. Потому что люди не должны куда-то ездить, стоять в очередях, вот это вот прошивать. Но решилось и решилось, ты как бы там охладел и все. А в этот раз, получается, на той неделе после того, как я записал вот то видео про Samsung. То есть вообще все это началось с того, понимаете, что перестают работать приложения. То есть большинство приложений, они апгрейдятся, апгрейдятся, апгрейдятся. И постепенно Android 6 как бы из списка уже поддерживаемых этих операционных систем выпадает. То есть вот тот же Samsung Pay, да, я им пользовался постоянно, потому что он работает во всех магазинах практически. Там, я вам говорю, единичные случаи из тысячи, ну может быть, транзакций там уже три не работают. И все. Везде он абсолютно работает, где стоят терминалы. И как бы хорошо, не носишь с собой кошелек, оплачиваешь, не носишь кредитные карточки, оплачиваешь везде телефоном, накапливаешь поинты, за поинты потом что-нибудь на Samsung покупаешь. Ну или там нужно за поинты типа в лотереях, участвовать, прочая хрень. Вот, ну то есть как бы все равно какой-то хотя бы небольшой бонус, как говорится, с пляшивкой овцы, хоть шерсть и клок. Вот, а здесь получается, все, оно работало, и вот пару месяцев назад, при очередном обновлении этого Samsung Pay, то есть нет, что вы понимаете, да, не поддерживается уже Android 6, ну так проверил Android 6 и не обновляйся тогда. Он получается обновился и написал, что он больше не работает. Вот, и нельзя никак обратно откатить. То есть просто получается, та версия, которая у тебя стояла в Google Store, ее уже нет в Google Play. И когда ты уже, даже если полностью удаляешь этот Samsung Pay и все, что с ним связано, и качаешь его заново, он уже на Android 6 не работает. Ну и вот с этого как бы и начались проблемы. Я вот после видео прошлой недели к ним приехал, и в общем она мне объяснила такую канитель, и у нас, говорит, типа все по записи. Нельзя просто так прийти и делать апгрейд. Вот, раньше можно было, теперь нельзя. Ну прошло несколько лет, правда, вот, тот Samsung киоск у них там и остался. Но все, что они делают, они там делают, я вам тоже про это рассказывал, бесплатно, естественно, они проводят классы по пользованию телефоном. И действительно, они отвечают на вопросы и показывают людям, как пользоваться. Но на эти классы приходят только пенсионеры. То есть я видел там контингент, там люди, которым реально 80-90 лет, они вообще ничего не понимают. А эти представители Samsung там нагло впаривают им, там продают всякие часы и прочую ненужную лабуду по космическим ценам, которая им, в общем-то, я не уверен, что нахрен не нужна, кроме того, как создаст им еще дополнительные проблемы в жизни там. Вот, и теперь, то есть раньше как было, там вот какое-то время, приходишь и все, сейчас надо на классы ограничения по 6 человек. То есть 6 человек записываются, все, больше мест нет. Кто-то записался, тот не приходит. То есть надо зайти в онлайн, ихний сайт, создать Samsung аккаунт, зарегистрироваться на этот класс, они у них воркшопы называются. Адрес сайта skills, типа skilly.samsung.com. Вот, то есть все просто. Заходите туда, находите классы в своем городе, регистрируйтесь. Они у них идут каждый день по полчаса, к примеру, с 3 до 3.30. Ну, по крайней мере, в нашем городе так, каждый рабочий день. И на каждый день вот по 6 человек. То есть получается на этих классах в неделю они 30 человек только могут обучить. То есть они там, у них там есть какая-то тематика определенная. То есть сейчас классы происходят по тематике Samsung, ну, линейка S10, Galaxy, вот, продуктов. А после, как бы, классов они всем людям там отвечают на вопросы и также помогают там, если кто не может там, ну, разобраться в технике. Люди приносят им хромбуки там, телефоны, часы, короче, и всякую прочую лабуту. И то же самое приходят прошивать вот эти телефоны. То есть я там не один такой. Ну, и, короче, все бы ничего, короче, она мне говорит, вот, в итоге пошел я, ну, сказала, нет, записывайся на прошлой неделе. Захожу я записываться, понедельник, вторник, среда уже занято, нету мест. Все, короче, типа, класс, фу, класс, фу. Вот, ну, записался я на четверг, сегодня четверг. Прихожу сегодня, говорю, вот, все, я, как вы говорили, записался. И вот теперь я пришел, давайте мне перепрошивать этот в Android. Вот, ну, и все, она уже там подключила кабель, заходит в компьютер, ля-ля-ля-ля, говорит, а у нас, говорит, на него, говорит, апдейтов больше нет. Я говорю, а как это нету? Она говорит, ну, вот, понимаете, мы поддерживаем телефоны только два года, вот, а это мы уже три. Поэтому, как бы, все, ари-ля-ля-ля, я говорю, так а что мне делать? Я говорю, я его, говорю, два года назад только купил, говорю, причем, говорю, не задешево, ну, сами понимаете, это, блин, дорогой телефон. Она говорит, ну, говорит, ничего не могу сделать. Я говорю, а почему тогда у других людей там на Samsung X6 вот есть Android 8, я говорю, а почему вот у других вот производителей, говорю, вот, например, у меня Huawei, говорю, я вот купил. Это, говорю, вообще какой-то, говорю, галимый этот самый китайский телефон. Вот, а почему у меня на нем, говорю, вообще каждые две недели минимум, говорю, вот, апдейты приходят сами по себе и по расписанию ночью, там, когда я сплю в два часа устанавливаются, утром стою, у меня уже все, как новый Android, там, девятый поставлен или новые, там, security апдейты. А у вас, говорю, я за два года телефоном пользовался, мне ни одного апдейта не пришло и, говорю, теперь никакие программы не работают. Говорю, что это, говорю, вообще такое? Ну, они только там вот это улыбаются, глазами хлопают и все. Какой с него толк? Там студентка какая-то работает, короче. Я, короче, ну, мог бы там, конечно, начать буяни, там, права качать, ну, а какой смысл, чем это изменится? Я, конечно, не буду это так все, ну, забрасывать, вот. Я напишу, конечно, письмо, там, поддержку Samsung, попробую там какие-то тикеты открыть, но, насколько я думаю, это 99% с тем, как у них работает поддержка, я вам уже рассказывал, они просто или вообще не отвечают, или отвечают робот, или присылают вам тупо какой-то телефонный номер. Вот это номер наших суперспециалистов по этому вопросу, позвоните им, поговорите. Естественно, вы уже дальше понимаете, что вы туда фиг, когда дозвонитесь. Или 10 минут будете там на линии висеть, пока у вас все деньги не исчерпаются со счета. Или в итоге там через полчаса с кем-то соединитесь, вас там будут постоянно перенаправлять. Ну, то есть вот эта вот методика изматывания просто покупателя, пока он уже не плюнет на все это и не пойдет новый телефон купит. Но после такого, друзья, вот отношения, я вам не говорю, что Samsung плохие, может быть, в каких-то странах они нормально поддерживаются и к покупателям относятся нормально. Я не говорю, что сам телефон плохой, к телефону как бы проблем нет. Единственное, я говорю, камера здесь дерьмовая, вот, даже фотки плохие. И видео 10 минут только он записывает, больше 10 не записывает, ограничения по времени у него из-за того, что он перегревается. Все остальное, как бы, он прочный, он красивый, вот эта уникальная там камера-светка, водостойки, то есть к самому телефону проблем нет. Ну, друзья, сейчас телефонов полно. Те же самые там всякие Соньки, Хувеи, я не знаю, ну, посмотрите на рынок, не считая китайцев, там просто завалено телефонами. И зачем мне покупать Samsung после такого отношения? Знаете, что мы телефоны только два года поддерживаем, или ты приходишь, они тебе говорят, приди на той неделе, как будто бы вот у меня до хрена времени туда ездить, понимаете? И то, что я все это время потратил, они мне в итоге говорят, ну, извините, мы больше это не поддерживаем, у нас прошивок как бы на него нет. То есть она говорит, у меня вот полно прошивок на другие телефоны, а на твой нет. Ну, короче, вот такая вот фигня, ну, я говорю честно, как бы не расстраиваюсь, то есть я просто, как говорится, из каждой плохой ситуации для себя все равно в итоге извлекаю что-то хорошее. То есть получается, вот это у меня уже была одна история с Samsung, вторая, третья, и я все, знаете, как дурак, который вот уже пока, блин, ему уже три раза не скажут, что вот не покупай это дерьмо, он все равно будет покупать. И, блин, теперь я уже точно Samsung никаких дел чисто уже из принципа не буду иметь, тем более, что сейчас каких-то особо офигенных разработок я у них не вижу. Обычные телефоны за завышенные цены, вот, те же самые конкуренты Samsung предлагают более реальную ценовую политику и та же функциональность или даже повыше, вот. Это просто как в качестве отступления, вот, по поводу Huawei, что я вам видео выкладывал, я вам говорил, буду заказывать новое, я уже заказал, он, в принципе, завтра должен прийти, приходите на канал, посмотрим инбоксинг, и, как бы, сами зацените, что, чем тот телефон, который я заказал, это не Samsung, чем он, как бы, хуже Samsung. В общем, друзья, вот такие дела, ну, как бы, своим долгом я считал перед вами отчитаться, так же, как уже начал всю эту историю вам рассказывать, чтобы было какое-то логическое завершение. Ну, телефон, ничего с ним уже не сделаешь, Android 6 он никому не нужен, или на eBay его продать, там, вообще, за копейки, да, типа, 50 долларов, может, кто-то купит, или просто его для видео использовать, знаете, там, какое-нибудь, снять видео сажение или уничтожение, или, там, я не знаю, или эксперименты с ним попроводить, там, типа, заморозить его потом. Ну, то есть, знаете, много экспериментов с телефонами сейчас на YouTube, можно снять какое-нибудь видео эксперимента, вот, а потом в конце его, как бы, распилить, как бы, какой-нибудь торцевой пилой, или, там, лобзиком на куски просто сжечь. В общем, всем спасибо за просмотр, пишите комменты, да, и напишите в комментах, какие у вас есть мысли, ну, как, самое жестоко можно такой телефон уничтожить, вот, и да благоволит к вам Господь, пока-пока. Продолжение следует...